Мои сладкие всем приветики! Очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня у меня такое, знаете, мне кажется, странное видео. Позже объясню почему. Сегодня я хочу посвятить это видео вот этой вот палетке от BH Cosmetics. Почему же оно странное? Потому что просто о BH Cosmetics уже давно никто не говорит. Тем более палетку Zodiac, на которую, мне кажется, по-моему, было много обзоров. По-моему, когда-то она мелькала, но на самом деле, вы знаете, я хочу вам напомнить о добротной, качественной старушке. Вот, и, кстати, в конце видео вас ждет сюрпризик, так что досмотрите до конца. Поэтому, ребят, если вам интересно, что же это все-таки за палетка, почему я о ней тут решила поговорить и целое видео ей посвятить, оставайтесь со мной, поехали краситься! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребят, коротенькая предыстория. Как-то летом BH Cosmetics просто сошли с ума и сделали скидку 70% просто на своем сайте. Мне стало интересно, что это за косметика. Это Даша Вейв. Слушайте, второе видео можно уже называть рекомендацией Даши Вейв. Это замечательный бьюти-блогер, ребят. Я ссылочку на нее оставлю внизу, переходите на ее канал, подписывайтесь обязательно. Даша очень любит BH Cosmetics. Просто вообще обожает. Я думаю, да что же там за такие тени. И когда вот это вот была скидка 70%, я решила заказать тоже, короче говоря. Даша мне посоветовала начинать с палетки Zodiac. В итоге я купила две палетки. Попозже вам о вторую покажу, все и расскажу попозже. И, короче, решила приобрести вот эту вот палетусечку. Выглядит она на самом деле очень красиво. Есть внутри пленочка, есть вот такое вот большое зеркало, как телевизор просто. И вот так вот выглядит внутри эта палеточка. По центру это хайлайтер, затем матовые чистые оттенки идут. И, естественно, уже сами шиммеры. Это будет такой, знаете, мини-обзор. И так как самые сложные цвета вообще в палетках, в которых есть фиолетовые, это фиолетовые. Поэтому сегодня, чтобы показать вам качество этой палетки, я буду делать макияж как раз-таки с фиолетовой гаммой. Так что давайте приступать. Итак, для начала я беру вот такую вот базу от Makeup Revolution. Наношу на все подвижное, неподвижное нижнее веко. Для начала я набираю вот этот оттенок. Тени пылят. Довольно-таки хорошо пылят. На камере, наверное, видно не будет. Так, и наношу это все в складку века. Вытягиваю хвостик. Прям так хорошо его тяну. Готово. Смотрите на эту пигментацию и на этот ушел. Затем на плоско-пушистую кисточку из кукурузки. Затем на эту же кисточку я набираю вот этот вот соседний фиолетовый. Он кажется вроде как потемнее и как будто бы немножечко ближе к сливе что ли. Ну короче, какой-то такой интересный красивый оттенок. Добавляю его в складку. Да, вот он добавляет больше как будто бы розовинки. В том оттенке как будто бы голубизны больше, а в этом чуть больше именно розовинки какой-то. На плоско-пушистую кисточку я набираю вот этот вот темно-фиолетовый оттенок. Чернильный цвет. Этот оттенок, кстати, меньше пылит. Наношу его на внешний угол глаза. Он почти черный. Ну вот, да, правильно я сказала, чернильный. И завожу его в складку века. Сначала так прям наслаиваю, набиваю в складку, чтобы было насыщенно. И теперь этой же кистью подтушевываю. Предыдущей пушистой растушевочной кисточкой набираю. Предыдущий, самый первый фиолетовый оттеночек. И все это еще раз подтушевываю. Вот эта вот кисточка пушистая растушевочная, это не самая мягкая кисть в моей коллекции. Даже очень колючая. Эта кисточка от GESAP 228. Тем не менее, все растушевалось прекрасно. Только глаз болит. На эту же пушистую кисточку я наберу вот этот вот оттенок. Нанесу его на нижнее веко. Затем на плоско-пушистую я набираю тот чернильный оттенок. Все то же самое повторяю на нижнем веке. Затем беру плоско-пушистую кисточку из кукурузки и набираю черный оттенок из палетки. Стряхиваю немного. Наношу на внешний угол глаза. Но не ухожу сильно в тушевку, в оттяжку. Просто хочу затемнить только внешний угол. Черный здесь такой хороший, плотненький, наслаивается. Прям вот вообще никаких совершенно претензий. Так же черным прохожусь по нижнему веку. Предыдущей кисточкой плоско-пушистой все подтушевываю. Ну, теперь, ребята, вы посмотрите просто на эту тушевку. У меня слов нет. Насколько все плавно, четко, насыщенно и красиво. Ну, космос. Рост, космос и температуры, рост. Затем я сделаю сейчас каткриз. Затем я набираю на пальчик вот такой вот оттенок. Очень красивый цвет. И очень красиво сияет металлически. Наношу на место каткриз. В зоне каткриз. Какова красота. Набираю черный и прохожусь по границе с сияшкой. И кисточкой, которой я набирала чернильный оттенок, прохожусь в складки. Затем набираю на кисточку оттенок лео. Это такой нежно-розовый. И наношу на нижнее веко. И на внутренний уголочек глаза также наношу этот оттенок лео. Все, ребят, готово. Теперь прокрашу черным цветом слизистую. Сделаю макияж и к вам вернусь. Ну что ж, ребят, закончила я свой макияж. Я не добавляла только хайлайтер. Нет у меня никакого сияния. Значит, хочу взять просто хайлайтер из этой палетки. Я понимаю, что он сюда, возможно, не подойдет. Потому что он такой все-таки с желтым подтоном. Шампанское, желтое такое. Но надо попробовать. Хочу все-таки вам показать. Наношу. Набрала на натуральную кисточку из белочки. И наношу хайлайтер. Хотя, вы знаете, в принципе, даже очень ничего такой, дружок. Вот так вот он сияет. Когда поворачиваюсь прямо, в принципе, пятен не вижу серых. И меня это прям очень-очень радует. И наносик. Готово. Что ж, вот такой вот хайлайтер. Сияет он, конечно, мощно. Ну, точнее, не прям моща-моща, но очень хорошо. Мне нравится такое сияние. Вот. Подчеркиваю текстуру. Это, конечно, недостаток. И когда его щупаешь, он такой, знаете, немножечко меловой. Это не шелковистая какая-то формула. Это такая чуть-чуть меловая формула. Но сияет просто божественно. Но, конечно же, да, на текстурную кожу лучше не надо. Давайте теперь вам ближе покажу сам макияж. Итак, ребят, давайте теперь обсудим эту палетку. Во-первых, она производится в Китае. BH Cosmetics это американский бренд. У них, я так понимаю, забот по производству палеток находится в Китае. Вот. Но, тем не менее, я бы сказала так, что... Я теперь 100% после этого качества не буду рекомендовать Диланси, You Can Be и, допустим, какие-то алиэкспрешные палетки. Потому что эта палетка меня просто покорила. И у меня вообще открытие этого года это BH Cosmetics. У меня есть еще одна палетка в натуральной гамме. За что, опять-таки, спасибо большое Даше, которая порекомендовала попробовать эту палетку. Ребят, вот язык просто не повернется. Даже советовать вам, допустим, Essence, Catrice, Evelyn и так далее. Вы у меня часто спрашиваете, там, протестировать палетку Lamelle, протестировать палетку Essence, либо же, там, не знаю, Evelyn и так дальше. Мне не хочется, серьезно, после таких открытий, после таких каких-то крутых палеток, Colourpop, допустим, либо же вот этой вот от BH Cosmetics, пробовать те же Evelyn. Ну, серьезно, у меня вообще рука не тянется. Я все понимаю, что кому-то сложно заказывать где-то с каких-то сайтов, кому-то не нравится заказывать, ждать, и проще действительно пойти в магазин и купить ту или иную палетку. Кому-то не нужно такое разнообразие. И прошу просто меня понять тоже, что после вот такого качества, за такую маленькую цену, у меня рука не будет тянуться элементарно к каким-то таким палеткам от Evelyn и так дальше, учитывая то, что вот эта вот палетка стоит точно так же практически, как палетки от Evelyn, Maybelline и так дальше. Я понимаю все, что кому-то сложно, кто-то не хочет запариваться заказывать, кто-то не хочет с доставкой мучиться, с посредником, потому что, допустим, в Украину бечь, косметик с ней доставляют, я заказывала через посредника. Вот, кстати, через NP Shopping, это от новой почты сервис. Тем не менее, извините, когда вы видите такую скидку на такую огромную крутую палетку, там эта доставка посреднику вообще вам цены особо не сыграет. А если скооперироваться с подружками, так вообще просто кайф получится. Поэтому вы на меня не серчайте, не обижайтесь, поймите просто, что я не хочу, чтобы у меня валялись палетки, потому что, знаете, палетку от Evelyn вряд ли я продам, хотя бы за половину стоимости. Я бы не хотела, чтобы у меня просто скапливались палетки. Давайте теперь пройдемся по качеству теней. Матовые, изумительного качества. Во-первых, что я хочу сказать? Хаки! Наконец-то натуральные настоящие хаки! Мне оттенки хаки очень не идут, они как-то уродуют мои глаза, которые я пробовала. Но этот хаки мне идеально подходит. Это настоящий, натуральный хаки. Не болотная какая-то какашка, а нормальный, адекватный хаки. Мне, по крайней мере, он идет. И мне это очень-очень нравится. Макияж, который я с этим оттенком делала, я просто была от него в восторге. Следующее. Почему я сделала макияж в фиолетовых оттенках? Потому что фиолетовые оттенки делаются тяжело. Они сложны в производстве. Фиолетовые, баклажановые, какие-то бордовые и тому подобные оттенки. Все, в которых есть розовый, фиолетовый пигмент, это сложные оттенки в производстве. Здесь просто отвал всего. У меня нет, не знаю, у меня до речи пропал, когда я первый раз сделала вот этот вот макияж. Я сразу давай писать сообщение Даше. Даша, о господи, что это вообще за космос? И как это возможно вообще сделать настолько идеальные фиолетовые? Короче, просто космос. Черный, хорошо пигментированный, насыщенный, приятный, такой приличный черный. За это вообще, ну вы понимаете, в бюджетной палетке адекватный черный и адекватные фиолетовые. Мне кажется, что можно закрывать уже это видео, все, бежать и покупать просто. Ладно, едем дальше. Коричневые, ясное дело, что все коричневые практически рабочие во всех палетках относительно. Здесь вообще никаких претензий к коричневой гамме. Мне очень она понравилась. Опять-таки насыщенные, легко тушуются, пигментированные, сочные. Они от темного к светлому, от светлого к темному работают. Точно так же одинаково превосходно. И это касается, в принципе, полностью всех оттенков. Что по поводу сияшек? Да, сияшки здесь все такие металлики. Это не современная какая-то шиммерная формула и так дальше. Это, да, не Huda Beauty, это не Анастасия Беверли Хиллз. Вот, но, тем не менее, мне этого сияния достаточно. Это в меру, это красиво, это симпатично, это не грязно. Очень клевые, прикольные оттенки. Я в особом восторге от вот этого оттенка Aquarius. Ну, господи, дуохромчик такой прикольный, зелено-золотой. Ну, просто восторг вообще космический. Они все такие на ощупь шелковые, в принципе, но и одновременно тем самым суховатые. Это, я не знаю, как вам объяснить такую текстуру. Вот запеченные тени, да, это формула запеченных теней. Вот, вот, я нашла, подобрала это слово. Опять-таки, тоже никаких претензий к качеству. Посмотрите на вот этот вот медный оттенок. Посмотрите, как он сияет. Просто космос. Вот этот вот зеленый, невероятно красивый оттенок. Короче, у меня здесь вообще никаких претензий к палетке. Впервые у меня к палетке никаких претензий. Мне даже, блин, хайлайтер вот этот вот нравится, который сегодня наносила. Тем не менее. Вот, представляете, насколько идеальная палетка, если у меня даже никаких претензий вообще к палетке. Никаких вопросов. Вот просто никаких. Также, ребят, не сказала. Будут, наверное, вопросы, что за подводка у меня в складке века. У меня в складке века вот такой вот пигмент от Lotus Flower Aquamarine. Я этот пигмент просто развела с дюролайном. У меня на левом глазу с дюролайном разведенный этот пигмент. А на правом глазу с праймером от Lotus Flower. Кстати, мне понравилось намного больше именно с Lotus Flower. Все, как я и предполагала. Вот так вот оно и получилось, в принципе. Вот, такой электрический цвет получился. Мне очень нравится, как он сегодня смотрится в этом макияже. Ребят, я надеюсь, вы мне доверяете. Я надеюсь, вы мне поверили. Я вам не посоветую какую-то плохую палетку. Ни в коем случае. Вы знаете, что я рассказываю просто про все нюансы, которые есть в палетке. Реально, палетка просто обалденного качества. Обалденного качества. И я решила с вами поделиться этим добром, чтобы вы, возможно, тоже попробовали BH Cosmetics эту палетку. У меня есть еще одна палеточка. Вот, собственно говоря, моя палетузька. И вот вторая палеточка, которая у меня лежит уже очень долго. Я ее планировала, на самом деле, на 3000 подписчиков разыгрывать. Но как-то это все затянулось. То там Динона вышла, то теперь Худа Бьюти. Короче, дошли руки, наконец-то, до BH Cosmetics. И я хочу разыграть вот эту вот палеточку. Это, знаете, такая моя благодарность вам, что вы на меня подписываетесь, что вас каждый день намного больше становится. За ваши комментарии, за ваши лайкосики, за ваше общение и вообще обратную связь. И эту обратную связь я получаю и на YouTube, и в Instagram. И мне безумно приятно реально, что столько людей меня смотрит с разных стран, с разных городов, с разных континентов, в конце концов. Вы не представляете, насколько это приятно, насколько это круто. Я никогда вообще не могла бы подумать, что столько людей меня будет смотреть. Это, знаете, так на минуточку целый стадион практически меня смотрит. Итак, ребят, что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в конкурсе? Обязательно быть подписчиком моего канала, поэтому сейчас просто берите и жмите подписаться. Нажать колокольчик уведомления о моих новых видео, поставить лайкосик этому видосику, подписаться на мой Instagram, ссылочку я оставлю внизу в инфобоксе, заглядывайте туда. И, конечно же, написать комментарий какой-то осмысленный под этим видео, написать, допустим, какое-то свое мнение, либо же кому-то какое-то пожелание прекрасное, чудесное. Либо же, кстати, друзья, напишите, какое у вас открытие в палетках было в этом году, либо же косметическое открытие. Будет очень интересно почитать. Также не забудьте в комментарии указать ваш никнейм в Instagram, либо же Facebook, или другой какой-то соцсети, либо же, если вы нигде не сидите, напишите просто в вашу почту, чтобы я смогла с вами связаться, если вдруг вы победите. Ребят, розыгрыш этой палетки пройдет 30 ноября у меня в Instagram, в прямом эфире, поэтому обязательно вам нужно будет подписаться в Instagram. Розыгрыш я проведу, скорее всего, днем, приблизительно в 11-12 часов дня, потому что вечером просто буду занята. У меня начинаются курсы от Natalina MUA. Вот, так что все, проведу розыгрыш там. У меня на этом все, друзья. Спасибо вам большое за внимание. Всех целую, обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok